Здравствуйте, мои замечательные зрители! Сегодня любовный гороскоп на июль 2024 года для всех знаков зодиака – овны. Одинокие овны могут потерять надежду на то, что они способны полюбить сами, и на то, что другие люди могут полюбить их. А если вы очень давно не можете построить нормальных отношений, то сейчас вам лучше сделать перерыв, а заняться собой и своей внешностью. Если вы не прислушаетесь к этому совету, то существует небольшой риск познакомиться с человеком, который не будет вам искренен в ваших чувствах и в своих чувствах. Вы столкнетесь с обманом и расчарованием, и можете надолго закрыться, если не навсегда. В первой декаде июля вам надо избегать зависти и соперничества с близкими. Будьте более позитивны. Только благодаря своей семье вы почувствуете себя по-настоящему счастливыми. Учитывайте желания родителей и детей. Доверяйте тем, кто хочет вам помочь. Во второй декаде июля вы можете столкнуться со своей невнимательностью к желаниям своей второй половинки. Постарайтесь вслушиваться в желания и в каждое слово, которое вам говорят. И не стоит относиться к этому халатно. И чем серьезнее вы сейчас будете в отношениях, тем больше любви получите в ответ. А если ваш партнер неожиданно во второй половине июля говорит о том, что его накрывает усталость и хочется все бросить, не стоит принимать эти слова близко к сердцу. Лучше отправляйтесь вместе на отдых и проведите время только вдвоем. А когда вы восполните свои силы, вы оба поймете, что чуть не совершили ошибку. В третьей декаде июля вам необходимо следить за своей репутацией. Не позволяйте никому говорить за вас и пресекайте любые попытки других людей вас дискредитировать, вас и ваши отношения. Последняя неделя июля принесет вам какие-то приятные новости от семьи. И скорее всего вас ждет пополнение. Тельцы. Тельцам в начале июля захочется больше времени проводить в одиночестве. Вам будет казаться, что все вокруг вас только разочаровывают. Подумайте над тем, что вам пора сменить обстановку. Нужно привести мысли в порядок, а для этого стоит сделать ремонт там, где вы живете. И либо обновите интерьер. В первой половине июля вам начнет казаться, что противоположному полу от вас нужны только деньги. Что если вы сейчас кому-то откроете свое сердце, то непременно нанесете себе ущерб. Это не так. Потому что и для вас может стать большой проблемой, и для вашего ближайшего окружения, и для ваших родных. Единственное предостережение в июле для вас, особенно в середине июля, не стоит сейчас строить отношения там, где вы работаете, и заводить романы на службе. Потому что здесь действительно возможно, что вас используют ради карьеры. Тем более в такие отношения не стоит вступать, если у вас уже есть семья или любимый человек. Во второй половине июля вы наконец-то поймете, что ваша семья – это ваши главные союзники. Строите совместные планы, проводите творческие вечера. И чем больше положительных энергий вы будете распространять внутри семьи, тем крепче она будет. В третьей декаде июля постарайтесь устраивать больше романтических вечеров со своей второй половинкой. Принимайте ухаживание и любовь своего партнера. Постарайтесь в это время меньше времени проводить дома. Отправляйтесь куда-нибудь в совместный отпуск. Посещайте культурные места. Тогда вы почувствуете себя в гармонии и наконец-то сможете наслаждаться своей личной жизнью. Близнецы. В начале июля близнецы могут столкнуться с проблемами, которые возникают в их семейной жизни. Вы увидите, что ваша семья и ваш близкий человек вас понимают неправильно, что ваших достоинств никто не замечает, и вы вообще сейчас как будто для всех невидимка. В это время берите своих детей и родных в охапку и отправляйтесь с ними куда-нибудь на отдых, даже в тот же парк, или организуйте какой-то необычный досуг, чтобы они видели, что вы тоже заинтересованы в них. Первая половина июля сулит вам большой интерес противоположного пола. Вас будут приглашать на свидания, какие-то мероприятия. Из-за вашей любвеобильности вам будет сложно отказывать, и это может привести к непредвиденным последствиям. Вы можете строить отношения с несколькими людьми сразу. Во второй декаде июля вы будете часто думать о будущем. А если вы свободны, вас будут посещать мысли о том, что не пора ли расстаться с холостяцкой жизнью. А если вы уже состоите в отношениях, то будет возникать вопрос, не нужно ли перевести ваши отношения на более высокий новый уровень. Если со второй половины июля вы часто конфликтуете со своей семьей, то постарайтесь внимательно слушать, в чем вот суть этого конфликта. И не стоит самим придумывать проблемы, иначе вы можете разрушить крепкий брак. В третьей декаде июля вы увидите, что кто-то из вашего окружения вам завидует, и от кого исходят все неприятности, кто распускает слухи и препятствует вашей счастливой семейной жизни. Раки. В июле у раков личность жизни, активность будет сменяться пассивностью. Сейчас то время, когда вам нужно приложить усилия, чтобы на вас обратил кто-нибудь внимание. Не нужно быть робкими, а если вам кто-то нравится, есть смысл самим проявить по отношению к этому человеку какую-то активность, потому что это сможет привести вас к счастливым отношениям. Первая декада июля может принести вам разочарование в личной жизни. Вам будет казаться, что ваша вторая половинка не старается для ваших отношений, что вы стоите на месте. Многим людям надо просто подумать, и требуется какое-то время для принятия важного решения. Поэтому не накручивайте себя, старайтесь проявлять чуть больше внимания к человеку, которого вы любите. Не стесняйтесь выражать свои чувства. И не стоит сейчас отстраняться и быть холодными, потому что тогда вы можете получить ту же реакцию, которую показываете сами. В середине июля вы, скорее всего, получите какой-то долгожданный подарок от Вселенной. Те, кто был одинок, встретят свою любовь, а те, кто уже в отношениях, перейдут в отношениях на новый уровень. Вы можете подать заявление в ЗАГС или съехаться с любимым человеком. Во второй декаде июля вам стоит обратить внимание на то, что в вашем окружении есть человек, которому вы очень нравитесь, но этот человек боится проявиться. И не тратьте его и свое время. Если вам этот человек нравится, флиртуйте с ним. Это будет сигналом, что вы готовы к этим отношениям. А в третьей декаде июля уделите внимание родителям и своему дому. Постарайтесь восстановить в доме чистоту. Можно сделать перестановку. Помните, что безупречного результата не получится, потому что это жизнь, и она вносит свои коррективы. Львы. В начале июля вам будет казаться, что вам никто не нужен, чтобы быть счастливыми. Ваши отношения с противоположным полом могут портиться только потому, что вы слишком эгоистичны и очень требовательны по отношению к партнеру. У вас переменчивый характер. И если что-то идет не так, как вы хотите, то вы можете резко, неожиданно для другого человека эти отношения прервать. Старайтесь в первой декаде июля быть более дружелюбными, особенно к детям. И не стоит сейчас акцентировать внимание на их ошибках. Лучше помогите им их исправить и покажите, как нужно это делать. Если у вас есть обиды на другого человека, нужно их решать. Поговорите о них, объясните, что именно вам не нравится. И выслушайте другого человека. У вас есть шанс решить эту проблему раз и навсегда. Во второй декаде июля дайте своему партнеру чуть больше свободы. Никто не должен ради вас отказываться от своих целей, каких-то желаний и планов. Старайтесь больше доверять своей семье. В середине июля выбирайте спокойные виды совместного отдыха. Отношения в отпуске должны все-таки приводить только к сближению и гармонии. В третьей декаде июля в вашу жизнь придет человек, с которым вы когда-то строили отношения или даже семью. Но этот человек, возможно, вас предал или как-то обидел. Не стоит ему мстить. Просто не впускайте его в свою жизнь. Главное, что вы должны сейчас сделать, это отпустить все старые обиды и идти дальше. Это будет очень эмоциональный период, поэтому не позволяйте ярости и агрессии выходить наружу. И тем более в сторону вашей семьи. Девы. В июле очень важны ваши мысли о вашей личной жизни. Если вы будете думать в положительном русле и не терять оптимизма, у вас непременно все будет хорошо. Не позволяйте негативным эмоциям втянуть вас в депрессию. В первой декаде июля предстоят перемены, и не нужно сейчас давать оценку своей личной жизни. Лучше подумайте, что вы можете в ней обновить и сделать лучше. Любые изменения в доме пойдут только на пользу. Уделяйте больше внимания родственникам. Правильно распределяйте время между детьми, родителями, супругой или супругой. Уважайте чужое мнение. Слушайте тех, с кем вы вместе живете. Во второй декаде июля можно отправляться на какой-то семейный совместный отдых. Постарайтесь поехать не в то место, в котором вы были раньше, а куда-то в новое место, потому что вам нужны новые впечатления. Одиноким девам стоит обратить внимание на людей, которые вас окружают. Постарайтесь не слушать чужих советов, а действуйте только по зову своего сердца, а также не позволяйте другим людям манипулировать вами и давить на вас. Если вы хотите с кем-то познакомиться, то так и сделайте. Тех, кто отправится в это время в путешествие, ожидает курортный роман. Ваша целеустремленность во второй половине июля поможет вам спасти ваши отношения. Доверяйте своим чувствам. Вас ничего не должно отвлекать от романтического настроя в отношении вашей второй половинки. Личная жизнь для вас сейчас важнее, чем работа. Всегда задумывайтесь о последствиях своих решений. Не позволяйте каким-то мимолетным соблазнам разрушить вашу семейную идиллию. Лучше вместе с семьей устроить какие-то вечеринки. Пригласите друзей или родственников. Весы. В первой декаде июля весы будут очень привлекательны. Вы сможете покорить представителей противоположного пола своим остроумием и своими манерами. Однако нужно быть очень внимательным к вашим поклонникам. Некоторые из них способны на обман и предательство. И вы случайно можете быть вовлечены в любовный треугольник, который принесет опасности и разочарования. В июле вы захотите больше времени проводить со своей семьей и родственниками. Можно отправиться в поездку и навестить родных, которые живут от вас очень далеко. Во второй декаде июля вы получите признание от человека, который вам нравится. Не стоит из-за страха и неуверенности отказываться от этих отношений. Этот человек может изменить вашу жизнь к лучшему. И чем дальше вы будете общаться, тем ближе вы будете становиться не только физически, но и духовно. В третьей декаде июля постарайтесь больше внимания уделять себе и не ставьте своего партнера во главе своей жизни, иначе вы можете очень быстро разочароваться. Постарайтесь пересмотреть свои ценности, ориентируйтесь на партнерские и дружеские отношения. И не позволяйте в конце июля детям манипулировать вами. Не стоит сию секунду выполнять все их требования. Сохраняя дружелюбный тон, можно объяснить им, что вы сегодня им сможете помочь, а не делать за них всю работу. Скорпионы. В июле вы будете излучать сексуальность и привлекательность, но не злоупотребляйте этим, если вы захотите. Вы и так сможете любого человека подчинить своей воле. Поэтому следите за своими словами и действиями. Не стоит в этом месяце вести беспорядочную личную жизнь. В первой декаде июля постарайтесь избегать ревности со стороны партнера. И не нужно давать поводов, потому что такие сомнения и подозрения вас будут только отдалять друг от друга. Лучше направьте эту энергию в другое русло. Отправляйтесь на отдых. Гармонизируйте отношения со своим партнером. Скорее всего, в первой половине июля вашему партнеру и вашим детям понадобится ваша помощь. Это не тот случай, когда нужно раздавать советы. Просто возьмите и помогите. Во второй декаде июля вас ждут приятные сюрпризы. Самые неожиданные добрые слова и поступки со стороны семьи. И с помощью этого вы обретете уверенность и спокойствие в завтрашнем дне. А если вы поссорились, не стесняйтесь сами проявить инициативу и сделать шаг навстречу. Ваш партнер это оценит. Постарайтесь в конце июля научиться уступать. Проявите мягкость, гибкость. Дарите своим близким ощущение того, что они могут принимать решения совместно с вами. Потому что вселенная вам дает шанс доказать свою верность и преданность партнеру. Постарайтесь в третьей декаде июля не допускать вмешательства родственников в свою жизнь. Это может принести много конфликтов. Они желают вам добра, но не могут знать, что именно сделает вас счастливыми. Стрельцы. Июль, особенно первая половина июля, может принести стрельцам кризис в отношениях. Это не означает разрыв или развод. Просто это говорит о том, что вы можете столкнуться с препятствиями, которые вы должны решить вместе со своим партнером, а не оставлять любимого человека наедине с его проблемой. Так вы сможете доказать своей второй половинке, что на вас можно положиться и что вы тоже стараетесь сделать все, чтобы ваши отношения были крепче. Ни в коем случае в первую неделю июля не отказывайтесь от общения с детьми, братьями, сестрами. Старайтесь защищать их интересы перед другими людьми. Стрельцам необходимо понять самое главное, что семья – это те люди, которые вас всегда поддержат, и что личная жизнь – это не всегда праздник. Вам нужно научиться нести ответственность за близких, потому что некоторым представителям стрельцов придется сейчас повзрослеть. Во второй декаде июля вы узнаете какую-то не очень приятную новость о своем любимом человеке. Постарайтесь к этому вопросу подойти лояльно. У каждого человека есть слабости. Уделите больше внимания родителям, их состоянию. Постарайтесь всегда прийти на помощь, если им она нужна. Не стоит в это время быть слишком открытыми и прямолинейными. Ваша правда не всегда может порадовать близкого человека. Одиноким стрельцам в третьей декаде июля стоит пользоваться всеми доступными возможностями для знакомства с противоположным полом. Только не нужно вам относиться легкомысленно к знакомствам на вечеринке или в клубе. Не торопитесь сразу развивать отношения. Постарайтесь лучше узнать нового человека. Козероги. В начале июля козероги могут чрезмерно контролировать любимого человека и детей. Ваше недоверие может приводить к частым конфликтам. Постарайтесь сами быть честными и доверять своему окружению. Не ущемляйте их интересы. Вашему любимому человеку в первой декаде июля потребуется ваша помощь и поддержка. Не злоупотребляйте норовоучениями. Просто поддержите. Даже если ваш партнер вдруг неправ, проявите больше терпения и мягкости. Избегайте напора. Учитесь прощать ошибки и не заостряйте внимание на промахах. Очень важно в середине июля быть честными с семьей. Если вы совершили ошибку, сразу признайтесь. Правда, потому что все равно очень скоро откроется. А доверие вы уже восстановить не сможете. Во второй половине июля вы встретите много преград к созданию прочных отношений. Старайтесь избавиться от лишних сомнений. Вам нужно научиться верить другим. И постарайтесь справиться с низкой самооценкой. На добро отвечайте добром. Июль принесет несколько приятных знакомств. Главное, не торопите события. Позвольте развиваться всему постепенно и без напряжения. И ни в коем случае не давите на партнера. Со временем вы сможете понять, с кем вы захотите связать свою жизнь. В третьей декаде боритесь с желанием устроить сцену ревности. Вам не нужно вспоминать прошлые обиды, потому что вы можете разрушить отношения, которые выстраивали годами. Постарайтесь вести себя очень осторожно и сдержанно, потому что именно такое поведение поможет вам укрепить семейные узы и избежать множества проблем. Водолеи. Не скрывайте от своей семьи, чем вы занимаетесь. Не стоит отдаляться от них. Сделайте своих близких частью своей жизни. И чем подробнее вы будете рассказывать о своей деятельности, тем лучше и совершеннее будут ваши отношения в семье. Обязательно уделите в первой неделе июле время для общения с детьми. Постарайтесь провести с ними как можно больше времени. Будьте открыты, делитесь своими мыслями, чувствами, обсуждайте общие проблемы, находите совместные пути решения. Но вам нельзя впускать в свою жизнь посторонних людей. Не допускайте, чтобы ваши друзья и новые знакомые лезли к вам в отношения и тем более давали вам советы. Вторая декада июля – это идеальное время, чтобы заниматься своим внешним видом. Постарайтесь читать больше книг по улучшению и гармонизации отношений. Постарайтесь больше общаться со своей второй половиной. Постарайтесь сейчас больше отдавать и с благодарностью принимать все, что дает вам партнер ваш. В июле вы можете увидеть прямую зависимость между вашей жизнью и работой. Гармония в вашей семье обязательно приведет к успеху на работе. Третья декада июля – это самое время переводить отношения на новый уровень. Благодаря вашим взглядам и поступкам и серьезному подходу к отношениям, вы можете наконец-то сделать или принять предложение руки и сердца. Постарайтесь воспринимать свою семью как благо, которое делает вас счастливым и спокойным. Если вы будете настроены негативно, вы получите много конфликтов, каких-то подозрений и обвинений со стороны своего партнера. Рыбы. Такое ощущение, что рыбы наконец-то дорвались до личной жизни. И в июле у вас наступает пора, когда вы можете познакомиться с очень интересным человеком. Главное – не торопитесь. Развивайте отношения естественно и постепенно. Наслаждайтесь процессом сближения, конфетно-букетным периодом. Узнавайте человека как личность. Раскрывайтесь постепенно сами. И тогда вы сможете построить очень прочный союз. Ни в коем случае не стройте отношения с человеком, который уже в них состоит. Если вы, конечно, любите искать себе приключения и в соперничестве в виде постоянного партнера вам никак не победить, то, скорее всего, вы только причините зло чужим отношениям. Постарайтесь следить за тем, чтобы в вашей семье было все хорошо и спокойно. И остерегайтесь соблазнов, связанных с изменами. Не стоит флиртовать с кем-то на работе, если у вас уже есть партнер. Во второй половине июля ваша семья будет задуматься о крутых переменах в вашей жизни. Вы будете очень много планировать. Научитесь общаться с вашими близкими. Смело рассказывайте им о ваших желаниях. И слушайте то, что они вам говорят. И тогда вы сможете составить идеальный план на ближайшее будущее. В третьей декаде июля вам можно отправляться в совместное путешествие со своей семьей. И чем большим составом вы отправитесь на отдых, тем лучше вы сможете отдохнуть. Не забывайте о братьях и сестрах, родителях, о своих детях. У вас, наконец-то, есть возможность собрать всю свою семью в одном месте. Подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии, задавайте вопросы. До новых встреч. Пока-пока.